Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали в Евангелии, в сегодняшнем свидании слова очень важные для каждого из нас. Это слова Господа о том, что не может человек служить двух господам. То есть не может человек всем сердцем, всю свою жизнь посвятить тому, чтобы он работал кому-то двоим. Двум господам. Невозможно это совершить, если человек действительно по совести, по жизни своей, потом кому-то служит. Невозможно совместить служение Богу, как говорит Господь, и служение мамоне. То есть невозможно служить Богу и ценностям всего мира. Надо выбрать или Бога, или мир. И Господь говорит нам, что ищите прежде Царствие Божие, а все остальное приложится вам. То есть Господь прямо нам указывает то, чему должна быть посвящена наша жизнь. И это очень важно. Конечно, бывают люди, которые не имеют веры. Если человек не имеет веры, то, конечно, вот все Евангелие, все священное писание к нему неприложимо. Потому что если он в это не верит, то оно, значит, на него не имеет никакого значения. Но если человек имеет веру, хоть маленькую, хоть какую, то он должен жить уже в соответствии со своей верой. То есть вера должна как бы отражаться в его жизни. И вот для верующих людей Господь и сказал эти слова. Ищите прежде Царствие Божие. И не можете бы работать сразу в ум Господаре. И как вот нам исполнить эти слова Господь? Как нам жить по вере и не служить в ум Господаре? Конечно, ответ на этот вопрос дает все священное писание и вся история Церкви. Это очень непросто. У каждого человека своя жизнь, свой жизненный путь. И невозможно ему прописать какие-то рецепты, вот как ему поступать в той или иной ситуации. Каждому человеку такие рецепты, которые бы подходили ко всем. У каждого своя жизнь, свой жизненный путь. Но, конечно же, если у нас есть вера, то мы должны как бы из области этого мира, из области закона этого мира, как бы перейти в область закона Божьего. И не закон мира должен жить в нас, и мы должны его исполнять, как обычно это и делается. Но именно закон Божий должен в нас жить, и мы должны его исполнять. То есть мы должны верить в то, что есть эта абсолютная истина. Есть законы, установленные этой абсолютной истиной. И эти законы для нас истинны и обязательны к исполнению. Обычно люди живут в сообществе, и по законам этого сообщества. Но если в этом сообществе живем без Бога, то значит и законы там совершенно как бы исходят из ценностей того или иного сообщества, или общества, или государства. Но если оно без Бога, то эти законы никак не спасут нас, не сделают нас лучше, не принесут нам какого-то духовного удовлетворения. Мы как бы обеспечиваем, и всякое государство обеспечивает свои физические потребности, социальные, политические. И вот этими законами ограждают вот эти вот свои ценности. Но человек имеет душу, если он имеет веру, то он, конечно, безусловно, должен жить по законам Божьим. Потому что закон Божий намного выше закона государственного, которые меняются в зависимости от времени, в зависимости от политического строя. Потому что закон Божий, он вечер. Ему уже миллионы лет. И он, конечно, переживет все законы земные и государственные. Это законы вечности. И вот мы должны как-то понять это и осознать, что есть Бог. И мы должны жить по законам, установленными Богом. Для того, чтобы быть с Богом, для того, чтобы войти в жизнь вечную. Как Господь сказал, «Ищите прежде Царствие Божие, а все остальное вам приложится». Это не значит, что мы не должны заботиться о своей телесной пище, так сказать. Конечно, должны. Но это второстепенное. Это Господь нам приложит к тому, что если мы будем искать Бога в жизни и в душе своей, Господь нам даст пищу. То есть Господь как бы гарантирует то, что у нас все будет нам необходимое, если мы будем идти к Богу, если мы будем искать Царствие Божие. То есть это, так сказать, гарантия, данная Сын Богом. И, конечно, Господь никогда не говорит просто так. Вот то, что Он говорит, это все истинно, это все исполняется. И уже тысячи и миллионы людей испытали это на себе. Но поскольку вот мы часто бываем маловерны, нам кажется, что эти слова Бога ну не совсем, как бы, приложимы к нашей жизни. И пытаемся вот исполнять эти законы мира, и пытаемся гнаться за этими ценностями этого мира. И в результате мы не получаем ничего. Мы не достигаем этих мирских ценностей, потому что они недостижимы, потому что они абстрактны, они не имеют какой-то конечной своей цели. Конечная цель их, в сущности, это ад. Это свою жизнь, значит, поменять, отдать материальному миру. То есть это все равно создать бесу. Это ничего не получит человек, который стремится получить все материальные ценности от этого мира. И в то же время мы знаем, что, опять же, это уже подтверждено множеством примеров, что люди, верующие, стремящиеся к Богу, получают все, абсолютно все, что им требуется на этой земле. Это факт. И, дорогие братья и сестры, давайте вот попробуем жить так, как нас призывает жить Господь наш, Иисус Христос. Давайте попробуем в жизни своей искать прежде всего Царствие Божие и посмотрим, верны ли слова Господа, что все остальное приложится вам. Вот давайте решимся на этот шаг. Давайте пойдем к Богу, давайте поверим Христу, поверим Его Церкви. Давайте каждый из нас попробует это сделать. Попробует искать Царствие Божие, прежде всего, в своей жизни. И, конечно же, Господь все пошлет, все, что нам нужно для жизни материальной. Спасибо, Господи. Благословение Господне на вас, само благодатью и человеколюбие, всех данных и признанных.